МЕОТИД Создание в 2000 году регионального ландшафтного парка Меотида это результат последовательной, преемственной и дальновидной политики руководства Донецкой области. Территория парка охватывает Новоазовские и Першетравновые районы и распространяется на Кривую и Белосарайскую косы. Азовское море — природный раритет планетарного масштаба. Самое малое по объему воды, самое пресноводное, самое продуктивное, самое удаленное от мирового океана и второе по площади на земном шаре. В последние годы судьба его вызывает самые серьезные опасения. Катастрофически сократились уловы, деградируют уникальные природные комплексы побережья, нависла угроза над рекреационным потенциалом, который соответствовал международным стандартам. Мировая практика показала, что самой эффективной мерой в данной ситуации должно стать заповедание. Но сегодня быстро создать крупный заповедный объект в местах традиционного отдыха и высокой плотности населения крайне трудно. В Донецкой области пошли путем постепенного наращивания площадей, особо охраняемых территорий и плавной эскалации режима заповедания. С 1972 года на побережье Азовского моря были последовательно созданы два памятника природы, два заказника местного значения, четыре заказника общегосударственного значения и на их базе в 2000 году региональный ландшафтный парк «Меотида», площадь которого удалось довести почти до 15 тысяч гектаров. Но и это лишь промежуточный этап. Уже принято решение о создании одноименного национального природного парка с добавлением в значительной части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Следующим шагом станет создание двухстороннего, совместного с Российской Федерацией биосферного резерванта с сохранением названия «Меотида». Уже подготовленная концепция, ведутся активные переговоры с российской стороной. Это позволит приступить к комплексной охране экологической системы Азовского моря по бассейновому принципу, то есть с охватом режима заповедания всех впадающих в море рек. Ведь именно море является главным среди природных уникумов, взятых под строгую охрану. Порядка 150 видов рыб отмечено в его водах, около 50 из которых являются его постоянными обитателями. Обилие и качественный состав уловов поражали воображение на протяжении тысячелетий, что находило отражение во всех исторических названиях моря. А древнегреческая «Меотида», этимологической основой которого по одной из версий является «Кормилица», возродилась в названии природного парка. Окружённые распаханными полями и урбанизированными землями, сегодня Азовское побережье является настоящим оазисом, обеспечивающим биологическое разнообразие юго-востока Украины. Растительный покров парка характеризуется флористической уникальностью и богатством раритетных видов. Здесь экологами выделено 49 формаций солончаковой, степной, болотной, водной и песчаной растительности, из которых 4 занесены в Зеленую книгу Украины, а также множество участков, на которых растут виды Красной книги Украины. Богат животный мир парка, но по видовому разнообразию не имеет себе равных пернатые. Даже в суровые зимы, вблизи закованного в ледяной панцирь моря, комфортно себя чувствуют оседлые и откочевавшие с севера птицы. Гордостью парка является колониальное поселение гидрофильных птиц, а группировка на стрелке и кривой косы уникальна в масштабах Европы. Здесь на нескольких гектарах тщательно охраняемого ракушечного пляжа нездятся десятки тысяч пестроносых, речной и малых крачек, чайки-хохотуни и среди них единичные гнезда, занесены в Красную книгу Украины, кулика-сороки и морского зуйка. В 2007 году к ней присоединилось около сотни пар большого баклана. Это очень осторожный вид. Впервые гнездится он начинает лишь при достаточной степени безопасности. Распространение черноголового хохотуна ограничено несколькими точками на Евразийском континенте. Он занесен в Красные книги всех стран, где обитает, а их совсем немного. Украина, Россия, Казахстан, Монголия. В Меотиде с началом активной охраны численность его возросла от небольшой группки до 2500 пар в 2007 году. Не случайно символом регионального ландшафтного парка Меотида стала шелоклювка – самая красивая птица, обитающая преимущественно на морском побережье. Численность ее посеместно сокращается, и сегодня парк является ее последним пристанищем на юго-востоке Украины. Усилия сотрудников парка направлены на то, чтобы успешно сложилась судьба всех обитателей при Азовье. А это почти 250 видов птиц, более 50 видов млекопитающих, 7 присмыкающихся, 4 земноводных и более полутора тысяч видов членистоногих. Рекреационные потенциалы уникальной природной комплексы – это лишь наиболее известная часть достоинств парка. Здесь находятся более 60 памятников археологии от раннего палеолита до начала XX века, фрагменты традиционной культуры и застройки украинцев, греков, донских казаков. Построя свою стратегию на главном экологическом постулате, охрана биологического вида – это охрана территории или акватории, достаточная для его обитания и успешного размножения. Региональному ландшафтному парку Меотида удалось стабилизировать ситуацию, а на отдельных тщательно охраняемых участках добиться роста численности большинства видов, в том числе и краснокнижных. Сегодня под пристальным вниманием сотрудников Меотиды находятся все элементы ландшафта, растительный покров и животный мир, памятники истории культуры, участки, рекреационный потенциал которых действительно способен восстановить силы отдыхающих на юге Донецкой области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова